Смеешься-то? Вы же для этого и пришли сюда. И уже готовая постель показывает, ложись. Вы греха не боитесь, мужики. Сейчас пост идет великий, а вы тут за бабьей вонью гоняетесь. Там ничего нету больше. Тут половина голые мужики лежат, и процентов 80 мусульман. Я не мусульманин. А я знаю их, знаю. О, ты не мусульманин. Ну, это другое дело. Ну, я вообще сказал. Видишь? Через неделю будет Пасха Христова. Вылезьте отсюда. Попросите у Бога омыть от этой скверны. Потому что здесь Содом и Гоморра. Здесь совокупляются, матерятся, едят и пьют непрерывно. Глаза мутные такие. Я вот здесь нахожусь уже 76 дней, 77 дней. Сколько людей нашли? У нас составлено за это время было 326 роликов. Мы людям рассказываем о Боге, о вечности, для чего человек живет. Что за наши грехи Христос умер. Умер и воскрес в третий день. Если мы приняем его жертву, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вы не грузин? Нет, я армян. А, армянин, да? Ну, армян. У них у армян христианская вера. Ну, первые. Они намного раньше. Они в четвертом веке уже у них были. Там Григорий армянский. Григорий. А вот у нас в Барнауле, тут есть у них храм Святой Репсимии. Я их знаю. Мы были в Ереване. Я подарил туда библиотеку национальную. 38 книг своих. И там озеро, это Севасте, мы в нем купались. Я знаю их. В Москве мы были, два брата. И они принимали православную веру. Крещение готовились, армяне. Арсен один. Арсен. А второй что-то такое. Арат или как-то так вот. Хорошие ребята. Такие спокойные. Ну. У вас, может, какие вопросы есть о спасении души? А то я могу вам одежду прислать. А, дети? Да нет. Просто проснулся тут. Ну, ладно. Это тут голые. Голые. А то они мужики-то. Хвалиться больше нечем. Я начальник детского лагеря был. Ну, и ребятишки-то друг перед другом-то. У кого что есть-то? У меня брат такой. А у другой ничего нету. А он, пацан ему пять лет. Он девчонку отвел рядом, келья стоит. И писю ей показал. У него пися есть, а у нее нету. Я его тогда взял. Вовка, ты что делаешь-то? А она побежала, скорее, мамке говорить. У него нет ничего. Ни стихотворения рассказать, ни на музыке не играет. И вот мужики тут точно такие же лежат. Лежат и показывают. У нее ничего нет. Ни в уме, нигде нету. Раньше, если человек желал познакомиться, он надевал на себя сюртук какой-то, погоны генеральские. Показать, какой он может. А сейчас ничего нету. Дескать, ничего нету. Поэтому сейчас рулетка настроена на то, чтобы встретиться, и никаких последствий нету. Все, пожалуйста. А один сейчас сидит и презервативом трясет вот так. Пус, ромота проклятая. Мужики, ужас какой. А одна девка стоит вот так вот, со мной разговаривает. Я гляжу, мужик сзади, голая грудь, и он ей жмет, как будто корову доит. Я говорю, ни одна мустульманка за 1300 лет сюда не придет. Еще ты позволяешь. Ты должна хранить, чтобы никто не видел. Она голая стоит, а он сзади ее доит. Это рулетка смертельная, Содом и Гамора. У вас и подушка-то большая на двоих. Давай, Арсен, вылазь отсюда. Вы можете зайти на наш YouTube. YouTube у нас большой канал. Во свете Библии называется. Во свете Библии. Во свете Библии. Свет, свет. Во свете Библии. Да. Свет, который падает от солнца. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Вот откройте, сейчас вы увидите. Это огромный-огромный ресурс. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Во свете Библии, да? Да, Игнатий Лапкин. Подписать надо. И оно откроется сразу. У нас там 14 800 роликов. У нас там 35 000 подписчиков. Во свете Библии. Да, Игнатий Лапкин. Обязательно подпиши. Ну, еще. Нашел? Во, это наше. Наше. Это вы попали не на канал, а на цветы канала. Не целиком канал открылся. У нас там 35 000 подписчиков. И просмотров 34 миллиона. Мир просмотров, просмотров. Вы прямо на сам канал зайдите. Вам будет очень интересно. Во. Вот я там стою. А вот если вы зарядите во свете Библии Игнатия Лапкина и поставите слово сайт. Сайт. Не YouTube, а сайт. Через Google. То там увидите мои книги. Как мы в деревне. Какие фотографии. Там море информации. Там 50 книг моим голосом насчитано. Вы можете скачать, дорогу ехать и слушать. Библию слушать. Златоуст, Архипелаг, ГУЛАГ. Это очень большой материал. Очень-очень. Если я вам нужен буду для вопросов каких-нибудь. Вы в скайпе зарядите Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Один. На всю сеть. Игнатий Лапкин. Вы меня найдете. Помоги вам, Господи, выздороветь. Выздороветь, чтобы вы не лежали. Если лежите, это опасно днем ложиться. У вас может быть тромб. Тромб. Голова перегружается. Тромб. А тромб это смерть. Мне 80 лет. Я никогда не ложусь. 80 лет. Вам, наверное, поменьше? Да мне 31. Ну вот. Поэтому не надо лишний раз ложиться. А вот так. На диван. Положи подушку. Откинься. Посиди. Подремри. Мы встаем всегда в 4.40 утра по-нашему. Чтоб утром молитва была. Чтение Слова Божия. Вот так. Мы когда в дороге ездили. У нас отбой был на машине. Когда мы ездили от Владивостока до Лиссабона. Всю Европу прошли. Отбой у нас был в 10 вечера. Подъем в 2 часа ночи. В среднем у нас в день проходили тысячи и 30 километров. Каждый день. Мы посетили 650 городовых сел. Больших. Накрутили 120 тысяч километров. Три раза по экватору вокруг. Мы съехали 2 благовестника. Миссионера. Шофер и собака. Она охраняла нас. Собака немецкая. После первой поездки приехали. И сразу на выставку. И она стала чемпионом Сибири. А второй раз вернулись из поездки. Она стала чемпионом России. А я в уголовном розыске занимался. Я знаю как с собаками обращаться. И дорогой все время занимался с ней. Она большая. И можно отдыхать. В нечаянно никто не нападет. В Румынии там цыгане полезли. Я его вывел. А они сразу по сторонам. Собака это не ружье. Ружье ты стрелять не будешь. А собака клыки покажет. И все это у нас заснято. В интернете стоит. Вот если на наш ютуб будете заходить. То какое-то время пройдет. Вы себя тут увидите. Как мы с вами разговаривали. Да. Да конечно. А что такого? Ничего нет особенного. У нас разговор был хороший. Вы не сквернословили. Трезвый разговор. Ну нам нечего таиться. Пусть другие учатся. Что больше не лежали. За чужими женами не гонялись. Тут прячут голову вот так вот. Это что? От алиментов прячутся. Я их знаю. Я говорю. Вы привыкли по весне на чужих кобыл прыгать? Жеребцы безусые. Вы бороду не трожьте. Борода мужчине бы дана. Как хозяину. Борода. Это его достоинство. Чтобы не быть подкаблучником. Не трогай бороду. Никак. У Христа была борода. У апостолов были бороды. Ваш святой Григорий с бородой. А вам зачем брать другое? Это язычники. Стихия мира. Нас то не касается. Ну что? Вы мало движетесь. У вас подбородок-то как у свиньи висит. Что такое? Зачем он вам? Не знаю. Не знаешь. Ты будь точнее. Говорит. Тонкий, звонкий и прозрачный. И всегда надевай пояс вот так. Смотри. Во. Не ложись никогда. Я прошу тебя. Умрешь. Тем более у вас излишний вес. У вас килограмм 35 лишнего веса. Да. Да. Как грамм. Давай. Береги себя. Зачем тебе это нужно? Отащи червям корм. Могильным червям. Не надо. Надо жить интересно, красиво. Потому что Господь говорит через Павла. Посадник переписан. Радуйтесь. Еще раз говорю. Радуйтесь. Радуйтесь. Весна пришла. Христос воскрес. Библия у нас есть. Ангел хранительно сохраняет. Понимаете как? Веру Бог дал нам христианскую. Не какую-то другую погибельную. Ну что, будем прощаться. Вас как звать-то? Меня Тарон зовут. Павел. Да сохранить вас Господь и помилует. Выйти из этой Содомской галереи. Вы тут не нужны. Мы пришли Богу честь воздать. Людей пробудить. А тут больше делать нечего. Знакомиться не с кем. Тут хороших женщин нету. Я встречал некоторые молодые девушки. Но они мы тостойко зашли. Но я говорю, не знаю. Вам не надо смотреть на это. Запомните. Ни одной мусульманки нигде нету, чтобы ей грудью хватал мужчина. Ему руки отрубят. Мне рассказывали, говорит, к зубному врачу пошли. Она стояла в очереди. Пошли с ней дядя и брат. Ему сразу сказали. Рот. Сюда рукой нельзя. И оба сидят кинжалы. Вот и все. Тут как-то в Чечне было, в Дагестане. Что там было, непонятно. Ну, разделили. И его сестренка оказалась там, а он здесь. А он лет 16 ему пацан. И что-то там этот, какой русский или кто там, что-то там с девчонкой. Он как бросился, он не ждал. Автомат вырвал его и сразу расстрелял его. Ну, его тоже убили. Вот как они заботятся о своих. Мусульмане в данном образе нам пример. Они стопроцентно сохраняют девственность. А у нас кто они? На вторую букву алфавита называют. Ну что, Павел? Давай с Богом. Павел переводится «малый». «Малый» будь на грех. А на большие дела... Нет, нет, нет. По-мальмянски меня Тарон зовут. Тарон. Тарон? Да, да. О, это святое имя. Брат Моисея. Да. А почему ты, Павел, при крещении? А почему, Павел? Ты как появился, Павел? Не Павел, а Тарон. А, я не расслышал. Я не расслышал. Прости меня, пожалуйста. Я слабослышащий. А, ничего. Ну, все, расстаемся. Вопросов нет больше? Вы можете по скайпу меня найти. Хорошие вопросы приготовить. И я вам буду отвечать. Только сначала напишите, напишите там внизу, свободен я или нет. Ну, Арод, до свидания. С этим именем у меня никто не встречался еще. Да будешь ты благословен у Господа. До свидания. Одевайся давай, молись и уходи отсюда. Иди в храм Божий, молись. Не жди тут, что придет какая-то нехорошая судьба твоя. Ты ей нужен только для денег. Она тебя высосит, ты как шкуркой суслика будешь валяться. Да нет, я сам женат. У меня хорошая женат. А тут делать нечего женатому. Жена, если тебя увидит здесь, скажет, ты что, сдурел, Аарон? Я тебе сейчас как крапивой начну жарить. Армянки, они очень смелые женщины. Это она тебе даст. А вот считал стихотворение Григория Нарекати. Армянский поэт. Там в 12 веке, кажется, Григорий Нарекати. Да, да, да. Это большой поэт. Он монах был. Ну все, с Богом, а я ухожу. Субтитры сделал DimaTorzok